Приза дизайнерской идеи в оформлении приусадебного участка поощрения за разведение редких сортов овощей и фруктов. В поселке Уньюган Октябрьского района выявляют лучшее подворье пенсионера. Участников сельского фестиваля более ста человек. Чем удивляют конкурсную комиссию представители серебряного возраста, расскажет Татьяна Герт. Вот это бузульник многолетник, вот это золотарник желтенький, вот он желтый, золотой шар и золотарник. От разнообразия цветов глаза разбегаются. Полтысячи только однолетних. Двор Натальи Мишневой больше похож на выставку ландшафтного дизайна. Хозяйка любит симметрию. Растения высажены в виде ромбов, прямоугольников, квадратов. Газоны украшают фигурки сказочных персонажей. Удовольствие получаем, удовольствие от красоты. Возимся как с детками, рассаду начинаем с февраля высаживать. Все тут, все соседки наши, делимся друг с другом. Три года, через три года начал плодить. Плоды вкусные. Виктор Савич собирает первый урожай крыжовника. Один куст, 10 килограммов ягод, богатых витамином С. Теплолюбивое растение редкого сорта, без шипов, в северном климате адаптировалось, гармонично вписалось в дизайн. Его плоды пополнят закрома рачительного хозяина. У нас малина, крыжовник, смородина, тыкву мы тоже на зиму оставляем. Картофель растет, огурцы, помидоры солим. Все свое. Свои достижения в сельском хозяйстве, в цветоводстве, в разведении целебных трав продемонстрировали свыше 100 пенсионеров поселения. В Уньюгане это уже 22-й конкурс. Чье подворье лучше, определяет комиссия. Члены местного совета ветеранов войны и труда, они же организаторы. Цель этого конкурса показать, что наши замечательные пенсионеры не сидят на лавочке, не лежат на кровати, на диване, а работают, трудятся для того, чтобы было красиво, чтобы душе было приятно, чтобы детям детей радовать и окружающих. Подведение итогов красивого и вкусного фестиваля состоится после сбора урожая. Венцом конкурса станет осенняя ярмарка. Это уже традиция. Сельчане выставят на продажу плоды и овощи, консервы из них. Вырученные средства, как и в прошлом году, направят на строительство храма. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.